Соперные, поздравляю Пашу с победой, это важно стартануть с победы, но у меня такого беспокойства в принципе нету за завтрашний день, потому что команда собрана, 16 футболистов ушли и за две недели попытались сделать, чтобы лицо у команды было и честно говоря для меня самого может быть ожидаемо и одновременно неожиданно, что команда умеет играть как команда. Она и выходила из обороны, когда соперник посвящал и когда какие-то моменты были для быстрого перехода в атаку, она вылетала в атаку, это хорошо, они в общем-то могли менять направление так и в целом вот с содержанием и тем в общем-то как реагируют футболисты на то, что нужно необходимо делать, как мы складываем ногу по тренировкам. Я считаю, что команда достаточно перспективная и плюс перспектива еще в том, что это мальчишки со вторых лиг, со вторых лиг в основном пришли и есть прошлогодняя вот эта группа футболистов, группа футболистов, которые в общем-то сегодня, вчера они не определяли, потому что три футболиста сегодня в Акиге, в Мордовии сегодня играли и Алхазов и Кренделев, и Динамо уж усилили мы команду, поэтому Кубань мы усилили тоже футболистами своими, поэтому много футболистов, которые ушли и ушли ключевые футболисты, ребята, которые остались сегодня, играли с прошлого года, им сегодня нужно выходить на лидирующие позиции, те футболисты, которые пришли, но им нужно время для того, чтобы адаптироваться и по играм показалось, что адаптация неплохо идет. А вообще я думаю, что вот относительно специфики команды, как таковы нету специфики команды, потому что если она в начале пути, безусловно, надо позаботиться об обороне, и сегодня стандартно мы действительно не сыграли, не сыграли, потому что зона обороны тоже прибудет внимание. То, что касается, в общем-то, в целом перестроения, нет. И команда сегодня насыщенную оборону, в общем-то, пыталась скрывать, и в целом создавала проблемы сопернику. То, что много мы там, потеряя мяч, рисовали, и не каждый тренер, каждый тренер, безусловно, если бы мы играли, вы видели здесь дублем или еще что-то, мы не выпускали с той полуги. Вот, как сказал Паша, что уважают нас, и здесь тоже надо понимать, на какой этапе ты строительство команды, в какой уровень твоих футболистов, поэтому, если так уж говорить, мы занимаемся всем, да, мы занимаемся обороной, быстрой атакой, мы занимаемся позиционной атакой, причем много это, и стоп мы делаем, и перестраиваем, ничего что-то, и блоками, в общем-то, работаем, показываем, как вскрывать, и через видео вскрываем, это большая-большая работа, и сложить команды, это при потере высокой обороны через прессинг, тоже они должны атакуя, определенным образом располагаться на верху, для того, чтобы суметь спрессовать на игрока, который владеет мячом, когда это, чтобы здесь адресов не было, и сегодня какие-то вещи получались. То есть, если строить команду в длину, то, безусловно, надо построить как дом фундамент, потом этот, а потом заниматься интерьером, и те, чем мы занимаемся, старались в кратчайшем мире. Поэтому, знаете, такого огорчения нет, сейчас я их поздравил, в общем-то, с первой игрой, с достаточно хорошим содержанием, содержанием, качество футболистов у факела, надо сказать, хорошего, недостаточно опытные ребята, и кто-то, например, не поиграл, кто-то имеет большой багаж игры в первом дивизионе, поэтому, если взять даже просто сам опыт, возрастные особенности, допустим, здесь команды, конечно, у нас есть куда расти и куда стремиться, хотя у них тоже баланс, я считаю, очень хороший, и подбор игроков хороший, это надо отдать, тоже на руководство, потому что есть опыт произвела, есть, извиняюсь, в общем-то, которые должны ввести команду, есть одниники эти, да. Я, видите, как, впервые у меня, вот, Зураев остался опытный, дальше у нас уже 90-й год, Бучник самый опытный, и дальше команда просто до 99-го года идет, вот от 91-го до 99-го года вся команда, у меня три человека, которые 89-е, 90-е, это три самых опытных футболиста, и в этом плане, я думаю, ну, каждый раз я им говорю, что вы все семи лет играете в футбол, да, вы достаточно слышали тренеров, которые вам говорили, как этот багаж, который, в общем-то, бесценный, но здесь есть, в общем-то, определенная манера игры, которая, наверное, называется лицо команды, и вы должны здесь услышать меня, и я должен озвучивать даже те вещи, которые вы вместе знаете, и когда вы вместе знаете, как играть, тогда получается синхронная игра и в обороне, и в быстрые атаки, и в позиционной атаке, этого, безусловно, в медленной позиционной атаке не вскроешь, даже контролируя матч, должен в последней фазе взрываться. Вот этим тоже мы работаем, будем работать. Если брать отрезок в неделю между матчами, то, безусловно, всем этим аспектом выделяем внимание. Мне как-то сложно говорить, над чем вообще работают другие команды, как-то характеризовать, безусловно, так оно рассмотрится, кто-то играет вот в такой манере, в такой манере. Ну, например, если ты играешь сегодняшний, но не смотришь на два-три года вперёд, то я думаю, что ты завтра получишь команду, которая может тебе в проблему. Другое дело, очень, думаю, мы промахнулись, что не сохранили ребят. Я говорил руководителю, надо давать длинные контракты. Опять же, эти люди пришли, тот же Дима Иванов, который сегодня ушёл, он не играл два года. Голов пришёл, который мало имел опыта, допустим, там в Краснодаре. Здесь тоже нужно было, у нас Кренделев не играл тоже два года, надо было восстанавливать. И многих ребят нужно было восстанавливать. Я для Байрыев восемь месяцев не играл, надо было поставить на ноги. Олейник скатился до второй лиги, потому что ротору не нужен был. Он пошёл в Олимпию, здесь встал на ноги, и мы не получили никакой компенсации. Компенсации плюс, мы не успевали даже просто по возможностям своим поставить команду. Вот такой промах, я считаю, что, который допустили, мне сказали, что мы думали, они вот оттуда, оттуда, что они не выросли. Ну, оказалось, что выросли для того, чтобы команда их пригласили, создали условия. Поэтому теперь, наверное, доверие к тому, как будут развиваться отдельные футболисты в целом команды, наверное, будет больше. И через это пройти, а через это растёт руководство, наверное, да, потому что, когда увидят, что сегодня Гридуков пришёл, или Кирисов пришёл, или Зарипов пришёл, или ещё, там, Агбаш, где-то внизу, там, играл Курский ещё. Поэтому, безусловно, безусловно, этот этап надо пройти. Я думаю, что мы его успешно пройдём, и повторять таких оплошностей не будем. Ну, а нам в этом году надо содержательно играть, содержательно играть, конечно, ориентироваться на каждую игру, выигрывать, а там уже посмотрим. Это те сложности, которые, в общем-то, наверное, не чьи, а лично мои. И не в силу того, что я так захотел, а в силу обстоятельств, которые здесь сложились. Поэтому на меня навесили некую ответственность за создание новой команды в первой лиге. Поэтому я думаю, что мы будем стараться, не знаю, как будет, но мы стараться будем, в общем-то, сложить команду из тех ребят, которые у нас есть. Потому что он уверен, это ребята перспективные, я вообще больше уверен, что в России вообще материал, как и в любой материал, его очень много. Его очень много. Только нужно обуверить и двигать качество, посмотреть, что у них есть, и это, в общем-то, что взращивать, что растение, что футболистам. Каждому в своё время нужно, и вопрос психологический формат имеет большое значение, потому что все зажат, а свобода тоже имеет значение. Они должны понимать, что тренер их, в общем-то, не давит, а тренер, в общем-то, с ними, с них может он потребует, но он всегда за них, но он, в общем-то, их ориентирует. И поэтому вот этот груз, который мы навсегда принимаем футболистов, мы стараемся этим заниматься, для того, чтобы мы, в общем-то, стараемся ставить игру и использовать их в лучшие качества, и чтобы, в общем-то, прятать те, в общем-то, качества, на которых они никогда не у нас. Надеюсь, и болеточку хочу сказать, что надо набраться терпения сегодня. И нас поддерживали, упрёков не было. Это говорит о том, что с пониманием болеточка относится, и с другой стороной команда поздравила, основная команда с содержанием соперника. Еще раз хочу поздравить с победой, пожелать выполнения тех задач, которые они перед собой поставили. Перед собой поставили, да, и Бог, мы эту команду сохраним пару лет, и я думаю, что это будет неожиданно. Очень хорошая команда, не созвонки хребен, но именно они сами себе завоевывают и заслуживают. Спасибо всем. Илья, пожалуйста, можно? Почему Веркашанский в старте вышел? Я могу сказать, могу сказать, потому что у нас осталось там из 29 человек, там было бы 10 человек из команды. Я всех их поставил. Когда прошло время? Конечно, по этой игре, безусловно, напрашивался Радченко и Машукова, и я сказал, что риски, и даже ребятам сказал, что Веркашанский может не понять меня и психологическое составление. Я говорю, лучше мы это сделаем, в общем-то, в своей штрафной это риски, потому что под два метра футболиста, Радченко и Машукова, все были за то, чтобы вышел Радченко. Я сегодня думаю, Веркашанский тоже это услышит, и завтра он хрупкий, хрупкий в плане того, что хочет играть, хочет играть, и я посчитал, что надо выпустить Веркашанского, и Радченко не так больно, потому что он только пришел и Машукова не так больно. Поэтому дальше мы, безусловно, будем ратировать, потому что строится команда, и значит, что тренер должен, оберегая футболиста, брать на себя риски. Поэтому сегодня не думал, что какие-то риски есть, но учитывая невысокую нашу команду, ожидал, что при стандартах я создаю в своей команде проблемы, как и получилось. В общем-то, я не жалею, потому что у меня есть завтра возможность об этом говорить с командой, еще. То есть сегодня мы даже нет соперника собрали, от тех ребят, которые были, и они там дали уважение, дали риск, риск. Вот так поставили двух больших, этого, я думаю, там не было проблем, но думал, они по позициям собрали. Так получилось. Получилось, поэтому, в целом, я же говорю, само содержание, меня очень удовлетворило. И вы видели, рад человека вышел, неплохо. Вы видели, а башень вышел, вошел, вообще-то неплохо. Думали, Веркашанский очень старался, очень старался, насыщенно оборону, неуют на себя, допустим, Дима с большими, и там в прошлом, и врачу, и сейчас, когда вышел врачи, это я знал, я считал, что вот так будет правильнее. Поэтому, если, команду поблагодарим, а себя пожурим.